О, пошел дымок. Не знаю, видно вам или нет. Вот он. Почти то же самое, что было с моим флюсом. Ребята, всем привет. Вы уже помните видео с распаковкой вот этого блока питания. Я сейчас только им пользуюсь. Он мне очень нравится, но я нашел несколько таких недочетов у него. Но, тем не менее, по тем видео многие написали, что используют более дешевый лабораторный блок питания тоже импульсный. Вот он. Сейчас я, кстати, на этом посмотрю, есть ли эти же проблемы у него. Кстати, многие написали, что лабораторный блок питания обязательно должен быть только линейным, то есть там должен стоять здоровый трансформатор на 50 Гц. И я спросил даже одного человека, чем ты таким занимаешься, что тебе нужен именно линейный? Он говорит, ремонтирую аудиоусилители. В любом случае, в этом усилителе стоит импульсный блок питания. Как ты говоришь, что, ну короче, полный бред. В общем, вот когда смотришь на картинку вот этого вот блока питания, то ты вот эти вот цифры, когда видишь, тебе кажется, что они вот такого же размера. Понимаете? И тебе кажется, что этот блок питания, ну вот примерно вот такой вот, то есть ну солидный такой, знаете? А потом, когда он к тебе приходит, ты его видишь и тут вот такие вот циферки. Я честно скажу, что я когда вот этот покупал, я также смотрел и на вот этот вот блок питания, но он меня немножко отпугнул тем, что здесь стоит энкодер, которым вы регулируете напряжение. А если вы хотите регулировать ток, вы переключаете сюда, регулируете ток, настроили его и опять переключаете наверх. Ну, на мой взгляд, это ну показалось неудобным. Тут две ручки, какую хочешь такую крутишь, а здесь нужно еще дополнительно клацать. Но большинство времени ты оперируешь только напряжением. Допустим, когда тебе нужно что-то очень точно, то есть, как правило, там блок питания сидит на максимальном токе или на токе там ампера 3-2 ампера. То есть, ты когда уже действительно хочешь что-то проверить, где тебе не нужен большой ток, ты только тогда уже начинаешь замыкать щупы и крутить вот этот вот резистор, который задает ограничение по току. То есть, в принципе, вот этот вот переключатель вниз ты будешь достаточно редко нажимать, так что, ну, скорее всего, зря я побоялся. Мы его еще разберем, обязательно кишки посмотрим. Но давайте для начала его включим. Сначала его касаться не буду, а то хрен его знает, как китайцы там начудили. Ух ты, даже работает. По умолчанию нам предлагают регулировать напряжение десятками, а ток регулировать сотками. То есть, когда он стоит в режиме тока, если я буду крутить, то будет меняться та цифра, которая сейчас более ярко подсвечена. То есть, вот это сотки. Я могу поменять цифру, допустим, на десятки, либо на непосредственно сам ток, то есть на целые части. Но фишка в том, что после того, как я выключу и включу, он опять начнет все сначала. То есть, здесь опять же будут сотки, здесь будут десятки. В принципе, можно сказать, что это достаточно удобно. Но давайте я попробую напряжение перейти на 30 вольт. Сколько мне нужно сделать оборотов. Ну, как удобно. Примерно то же самое, что на этом многооборотном. То есть, придется чуть поиграться. Я не знаю, видно на камеру или нет, но на самом деле, вот та цифра, которая сейчас активна, она светится немножко ярче, чем остальные. И это на самом деле видно, то есть, ну, очень хорошо заметно. Допустим, сейчас я перешел, сейчас уже горят единицы. Сейчас уже десятки, например. В комплекте с данным блоком питания еще есть провода. Вот здесь было все пусто, голо. А тут получается он вроде и дешевле, и в то же время комплект его побольше. Провода, в принципе, дренового качества. Их нужно поменять, потому что вот при токе 1 и 2 ампера на них падает вообще 3 вольта. И они достаточно горячие. Ну-ка, сейчас мы... При 5 амперах на них вообще падает 9 вольт. И они прямо очень сильно нагреваются, очень. То есть, провода полный отстой. Сейчас я чуть-чуть подожду, они начнут вонять или дыметь, сто процентов. О, пошел дымок. Не знаю, видно вам или нет. Вот он. Почти то же самое, что было с моим флюсом. Ау, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Очень горячие, еле-еле их удерживаю. Вот все поплавилось. Я думаю, парни это стоило сделать для того, чтобы вы понимали, что их стоит сразу поменять. И если вы хотите питать что-то мощнее, чем какой-то мобильный телефон или какая-то микро-карманная дрель, то провода сразу меняйте. Сечением ну, хотя бы один квадрат, чтобы были. И все у вас будет отлично. Сейчас хочу проверить, насколько он врет своим напряжением. Ставлю 2 вольта. Точнее, блин. 2 вольта. Идеально. Просто идеально. Вообще просто. Супер, блин. 4 вольта. Просто, просто супер. 5 вольт. 4,97. Я не верю в это. Это такое не дает без регулировки. Я его регулировал для того, чтобы он более-менее точно показывал. 20 вольт. 19,87. То есть, ну, одна десятка уходит. Это вообще 32 вольта. 1,77. Ну, я считаю, что просто отлично. Ну и теперь посмотрим токи. 5,1 ампер. Здесь показывает 5,03. Но давайте будем уменьшать потихонечку. 4,5. 4,45. 3,5. 3,45. То есть, ну, 5 соток он врет. 1,0,99. Не, очень. Он очень хорошо откалиброван. Просто идеально. Кстати, выход можно выключить. То есть, допустим, вы там что-то сделали. Вот он просто раз, его отключаете. У вас на индикаторе тока загорается надпись OFF. То есть, значит, что выход отключен. Потом его снова раз, включаете. Это очень удобно. Если вам нужно выключить блок питания, вам не нужно здесь его щелкать постоянно. Просто с лицевой стороны выключили. И все. Сделали что-то в схеме. Опять включили. Проверили. Исправилось, не исправилось. Опять выключили. Обратите внимание на винт заземления. Вот там стоит гровер. Именно так, как и должен стоять. То есть, то, что я и говорил, что на этом блоке питания, это не выполнено. Здесь все выполнено в этом плане правильно. Если вы планируете данный блок питания использовать только на 220 вольт, то берем кусачки и делаем вот так. Раз. И чтобы он не болтался прям под корень его. Два. Все. Теперь никто вам не сделает какую-то пакость, чтобы он у вас взорвался. В общем, я его немного изучил и мне кажется, что 5-амперная версия, которая у меня отличается от 10-амперной, только тем, что нужно добавить два конденсатора и увеличить номинал вот этого конденсатора. Если у кого-то из вас есть 10-амперная версия вот такого блока питания, выложите, пожалуйста, фотки в описании под видео. Посмотрим. Потому что данный блок питания тоже бывает в 10-амперной версии. И ребята выкладывали свои фотки. Там, в принципе, стоит другой транс. То есть, на плате прям разведено маленький транс и побольше транс. Здесь стоит маленький транс. Также там отличие в шунте. Здесь стоит один тонкий шунт, но рядом есть место под такой же шунт. То есть, запаянен только один. А у ребят, у которых 10-амперных, два было. Но здесь шунт достаточно толстый. Вот он. То есть, и места нет для второго. То есть, значит, что этот шунт используется и для 5- и для 10-амперной версии. Трансформатор тоже такой солидный, большой. Но, может быть, он такой большой не из-за того, что он универсальный на 5- на 10-ампер, а из-за того, что здесь, допустим, продувается. Здесь ничего не продувается. Диоды. Здесь стоят сдвоенные диоды. Их два штуки. И они все включены в параллель. То есть, держат они токи. Будь здоров. Дальше все идет через дроссель. Вот это вот такой вот здоровый дроссель. Да, дроссель идет по плюсу. То есть, сразу после диодного моста идет дроссель. Потом конденсатор. Ну и все уже идет на выход. По первичной части тоже все сделано грамотно. Предохранитель, фильтр, тоже фильтр, мостик. Дальше конденсаторы фильтра. Естественно, наверное, что в 10-амперной версии можно добавить. То есть, очень похоже, что плата отличается только тем, что нужно добить несколько компонентов. И вот здесь вот. Нужно, наверное, либо какую-то перемычку поставить, нужно разобрать, будет посмотреть. Или прошивку поменять. Ну, скорее всего, какая-то там перемычка есть. Потому что они так делают, чтобы производству было проще. Сейчас мы это все посмотрим. В принципе, так же нравится, вот в этой плате, как она разведена, что грамотно сделано. То есть, показана первичная часть. Вот она даже написана в Primary. И вторичная часть. То есть, вот это вот все, вот с этой стороны белой линии. Это первичная часть. Здесь высокое напряжение. И здесь вас может просто-напросто убить током. А вот эта вот часть. Это уже низковольтная часть. Здесь уже все развязано от первички. Так что здесь должно быть все нормально. Стоит всеми любимая микросхема TL494. То есть, практически во всех старых блоках питания компьютера стояла эта микросхема. Вот она через вот эти вот транзисторы, трансформатор раскачивает вот эти вот транзисторы, которые уже раскачивают трансформатор. И через которые уже и получается нужное нам на выходе напряжение. Также есть дежурка вот через вот этот вот трансформатор. Она нужна для того, чтобы питалась вот эта вот плата управления. И уже сама плата вот здесь вот формирует все необходимые уставочные такие напряжения, которые вот это вот уже старается отрабатывать микросхема. Все здесь работает под управлением STM8. Вот здесь вот видно, что все резисторы запаяны, ну и конденсаторы SMD-шные на установщики. А вот этот вот резистор видно, что паялся вручную, потому что здесь все так засрано флюсом. Только он засран флюсом. И видно, что следы пайки, то есть галтельки у него немножко другие, чем у остальных деталей. То есть вполне возможно, что вот от этого резистора, и судя по всему, он одним выводом идет к земле. То есть нужно будет разбираться, что да как. Но очень похоже, что именно он и задает, какой ток будет идти. Вот он идет сюда, но вот этот. Отсюда. Вот сюда, на самый крайний. Здесь две буквы. CS, то есть похоже, что Current Set. То есть скорее всего вот этот резистор как раз и задает. То есть его нужно либо попробовать чуть уменьшить, чуть увеличить. И скорее всего можно вытащить из него 10 А версию. Ребята, пожалуйста, если есть у вас 10 А блок питания, сфоткайте, пожалуйста, вот эту плату. Вот номинал вот этого резистора нужно. Похоже, что написано 85B. Либо действительно прошивка меняется, либо какая-то перемычка должна быть либо установлена, либо она должна быть снята. То есть так просто не может быть. То есть он должен знать, что он именно 5 А или он 10 А. Но я думаю, что все это скорее всего, наверное, можно сделать. Ну если честно, пока он мне нравится. Внутри он добротно собран. То есть это не какая-то китайщина вот такая вот низкосортная. Достаточно все неплохо. Крепление, где нужно стоят гроверы. То есть все сделано очень грамотно. Также очень нравится, что у него нет кулера. Потому что кулер либо постоянно шумит, либо, что еще хуже, иногда включается. И вот ты питаешь, допустим, какой-то преобразователь из 12 в 220. И ввозишься тестером или вольтметром в его горячей части, в высоковольтной части. И тут ни с того ни с сего начинает вращаться вентилятор. То есть появляется шум. И тебе кажется, что это не шум блока питания, а шум вот этой вот схемы, которая вот ты там чего-то коснулся, и она выходит из равновесия. И начинает что-то там... Ну это немножко пугает, честно скажу. Даже не немножко. Ну пугает, очень пугает. Вот. Здесь этого нет. Он работает бесшумно. Понравилось, как он отрасирован. Все отлично. Никаких нет там перемычек, никаких доработок каких-то проводочков. То есть все красиво, аккуратно. Продумано так. Ну на самом деле неплохой. Неплохой агрегат. Агрегат я обязательно попользуюсь им некоторое время. Дам своим коллегам, пусть попользуются им. Для того, чтобы выработать какое-то мнение и сделать уже на него обзор, в котором я покажу пульсации, покажу, как он напряжение регулирует, как при включении он себя ведет. И, кстати, если вам интересны какие-то замеры при каких-то режимах, напишите, пожалуйста, в комментариях. В любом случае, видео делается для вас. И я обязательно сделаю то, что вам нужно. Вот будильник уже звонит. Мне пора выходить, ехать домой. Всем вам спасибо. Всем пока.